Перед нами снова 12 переменных из политпанелей в ЦИОМ, посвященных симпатиям, разным уровнем симпатии к разным этносам. Мы уже решали задачу факторизации этих переменных посредством метода категориального, метод главных компонентов, CAD-PCA. Мы получили несколько латентных переменных, однако ряд обстоятельств делает применение CAD-PCA не слишком удобным. Во-первых, нам пришлось преобразовывать располагаемые данные из номинальных шкал в порядковые. Во-вторых, получаемые оцифровки не всегда оказались обоснованными. Например, вот таким образом было оцифровано переменное позитивное отношение к американцам. До оцифровки среднеоритметические и одностандартное отклонение. Просто рассеяние этой же переменной до оцифровки переменной после оцифровки. Или посмотрим оцифровка по японцам. Категориальный метод главных компонентов предполагает то ограничение, что полученные коды после оцифровки должны давать наиболее линейную связь между наблюдаемой переменной каждой, и наиболее декоративной связи. Продолжение следует...